мы приехали опять в какую-то деревню далеко-далеко и здесь есть какой-то деревенский ресторанчик называется консаран вот такой вот здесь живописие как всегда как обычно такой старый дом видите такой еще дворик пионы так припарковывайся здесь давай люди по кинги али пакет ангелина собралась пойти пошляться по деревне зазывала зазывала папа с собой никто с ней не пошел на царевна лягушка сама пошла у меня на бия ангел по манди собти и туманга дин еще бы машины сюда не заезжали было вообще здесь просто райский уголок корей машины на машине на заезжают прямо до кровати корейцы так привыкли два шага они не пройдут я ангелину сейчас напугала пауком это деревня детка здесь вот так пауки 6 заплачет анджелина он у он Нанесли нам такие панчанчики, как обычно. Ну ты что, доболтался? Что у меня? Что у меня? Это блинчик из гречневой муки, с овощами нам принесли. Это очень вкусно, безумно вкусно и придется вам поверить мне нахуй. Ангелина, хватит баловаться. Мы заказали блюдо Чонгукчан. Это такой супец с очень-очень специфическим запахом, так как это ферментированные бобы. Очень насыщенный такой вкус. Когда я только приехала в Корею, я не могла даже рядом проходить с этим супом. Мочка. А сейчас меня за уши не оттянешь. Бабушка говорит, что этому дому 200 лет. Вот. Посмотрите, какая красота. Как же я все это обожаю. Просто до невозможности. Смотрите, здесь все сохранилось. Старые двери. Сейчас бы Варламов тут пришел в полный восторг. Вот такие вот дворики. Раньше вот так все жили. 200 лет тому назад. Крутяк. Как бы я сейчас пожила бы с удовольствием в таком доме. В деревушке. Видите, какая у нас тут красота. Растенчики. Тут вот у них соусы всякие. То, что мы сейчас ели. Чунгук Чан. Вот этот вот ферментированные бобы. И всякие пасты хранятся. Вот это вот настоящая корейская деревня. Мы заехали сегодня. Видите, тут лучок видно на посадку, на рассаду. Такие вот двери. Ой. А где туалет? А вон. Каз вот у них все-таки есть. И вот тут туалет находится. Вот такие домики в корейской самой настоящей деревне. До цивилизации здесь далеко. Вот такая вот красота неимоверная. Тишина, ромашки. Так любые сердцу такие пейзажи. Видите, смотрите, какая красота. Все у них вот эти традиционное, все сохраняется. И в деревнях до сих пор вот так вот живут, как 200 лет назад. Из черепицы заборчики. Смотрите, какая прелесть. Невероятно. Вот такой вот дом. Это не ресторанчик, ничего, просто чей-то дом. Заходи, кто хочет. Вот беседочка стоят. А стоит в таких беседках. Корейцы любят отдыхать с семьей вечерами. Петухи, слышите? Кричат петухи. Тут вот домик тоже, видно, старый-престарый был, деревянный. Но его немножко вот так вот реставрировали. Котэ ходит. Кс-кс-кс-кс-кс. Котэ. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Как я тебя завидую, Котэ. Я б тоже здесь пожила с удовольствием. Но из-за детей в деревне, конечно, не поживешь. Детям нужны школы. Это уже когда дети подрастут. Ой, сапак. Hello. Thank you. Когда дети уже подрастут, когда мы станем пенсионерами, у нас мечта. Смотрите, какой дом. Ой, пионы там у них. Красота сплошная. И вот здесь. Hello. Can you look? А? I look look. Ah, спасибо. Такая красота. Очень красивый. Здраво. Где ты? Россия. Россия? Нет. 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 Спасибо. Хотела бы пояснить, почему я сказала людям, что я из России, а не из Казахстана. Дело в том, что в таких ситуациях, а именно когда мимоходом спрашивают просто посторонние люди, легче ответить, что ты из России. Просто все знают Россию и вопросов больше не возникает. Но если скажешь, что ты из Казахстана. Но если скажешь, что ты из Казахстана, это вызовет массу вопросов. Разговор затянется и будет выглядеть как-то так. Стан? Мусын стан? Мусын это типа какой? Какой стан? Афганистан? Пакистан? Да нет же, Казахстан. А, Узбекистан. А, Узбекистан. И так до бесконечности. Это уже когда с людьми общаешься постоянно, можно и заморочиться объяснить, откуда ты. А так, сказал Россия, и вопрос закрыт. К России, как и Казахстану, корейцы относятся вполне нормально. Хотя они ко всем абсолютно странам относятся нормально, ровно. Вот. Я столько не выпила. Если б я выпила, я бы пошла пообщалась. А так я стесняюсь. Буду сейчас расспрашивать обо всём. Корейцы очень доброжелательные, очень общительные. И какого-то недостатка в общении у вас в Корее никогда не будет. Даже если вы на пальцах будете объясняться с корейцами, они с удовольствием с вами будут общаться. Люди счастливые везде. Общительные, весёлые. Постоянно под градусом. Как в Европе, да, вино пьют на завтрак, на обед. Но ужин так в Корее. Эту рисовую брашку тоже пьют. Утром, в обед и вечером. Так, это вот здесь что? Это какой-то... Тут у них, видите... Какое-то производство, что ли. Какой-то сарай. И паутина везде. И вот как я буду жить в деревне, когда я до смерти боюсь вот этих пауков. Смотрите. Обычно вот люди живут в деревне. И чтобы зарабатывать какие-то деньги, доход какой-то был, они открывают вот такие вот ресторанчики, как мы сейчас были. Или кофейни. Очень многие корейцы любят поехать вот так в деревню, посидеть в кофейне в деревне. Вон они, петушки сидят. Ох, какие. Селись. Но падает. Селись. Если вот и петушится... Пёрышек лишится. Если пёрышек лишится, нечем будет петушиться. Всё? Забыла? Протекает, как всегда, горная речка. В Корее везде горы. Смотрите, петушки. Петушки распетушились. Это вы кукарекали тут? Ой, там ещё кукарекает кто-то. Что? Что там? Что? А, ты хочешь, чтобы я провалилась туда? Я ж поела. Я сейчас вешу 100 килограмм. А я по бетонной пойду. Ха-ха-ха-ха-ха. А, нет, да? Видите, как грядочки у корейцев. Корейцы всегда в плёнку сажают. Обязательно. У них нет открытых грядок, как у нас. Вот это я купил. Я купил двойки. Мама ещё купила. Я купил двойки. О, они шатаются, классные. Сейчас дам тебе. Ха-ха-ха! Зараза. Убить мать хочет. Анджина, дожди, нравится? Да. А? Здесь тоже нравится, у нас есть аварки, да? Да. У нас есть аварки. Да. Здесь, где даже есть? она дарит удачу о вертолетище вот так вот ребенок высказал свое мнение в опадах ей нравится больше потому что здесь нету даже норито норито это детская площадка смотрите как красиво оформлены вот свои дома деревенские посмотрите какая красота невероятно несмотря на то что это очень старые дома и везде можно зайти и все будут рады никто не будет против смотрите какая красота там у них стоит качелька такой колокол на древней 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 сосне это кстати корейская сосна и пруд с рыбками с красными карпами мне так неудобно если честно заходить на чужую территорию но у них все открыто если как быть я бы за такой дом все бы отдала никакие на фикапаты мне не нужны баба анджелина да там белки бегают а точно точно это для белок смотрите там сделано смотрите сколько белок обалдеть смотрите их прям здесь очень много белок здесь люди любят белок пойдем ангелина что где-то здесь очень красиво ури он же реки сальква ури он же реки сальква ури он же реки сальква на мурабасу анджелина issueоль то чува апаата то чува апаата то чува апаату то чё ты ли нори то есть ури ляги нори то добца на он лимба лимба Kun чимчим а жена fund занон ненген он тингу добычу клюк ну man она то я поняла что она тормозит и поэтому это новые туфли уже распались дорогущие итальянские это шангелина зачем детям дорогая обувь надо самую дешевую за 3 рубля брать один раз на самокате проехалась и кранты но затормозила башмаком и пантуется ну конечно чья на дочке мамина мотаре тюна да сестра боль лего ты еще делать башмак там не башмак уже карантец ему там дырка уже на носке два раза обувь все и капец чеснок и моя любимая еда здесь растет зеленый чеснок но он уже это самое листья его не пригодна уже пищу но все равно господи хоть отщипнуть хоть для запаха немножко все блаженство полное деревня чеснок что еще надо для счастья петухи на тырил чеснока я могу дано я могу ба тянца кульма анджент таро сладки сладки ну ладно 6 дам тебе немножко Аппа! Аппа! Майло, Анану? Толкогол, где? Масте Ангелина в меня она лук, чеснок любит Манулы очень любимые Ангелина Манулы только кида Я только кида, я и кида Манулы только кида Манулы только кида Манулы и луку Манулы Я 12 месяцев тоже кида озвучка Магло 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 Тараб Прием Магло Тараб Он Голос Субтитры подогнал «Симон»